Телерадиоканал Страна ФМ, студии Влад Кутузов. Валерия Майорова, доброго дня всем, друзья. У нас программа наука и технологии прямо сейчас, как и обычно, по будням в 16, ну там, с копеечками стартует здесь. Да, правильно же? Да, совершенно верно. Мы здесь уже не вдвоем находимся, у нас наши гости, дорогие. Да, 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 как мы говорили, у нас сегодня в гостях директор Института иностранных языков имени Марии Санторезе, декан факультета немецкого языка, кандидат филологических наук, профессор Галина Борисовна Воронина. Галина Борисовна, добрый день еще раз. Добрый день. Большое спасибо за приглашение. Добрый день всем слушателям, всем зрителям. Как вам у нас? Студия наша нравится вам? Ну, я вообще впервые в студии, честно вам скажу. Нет, как-то была на телестудии, а вот чтобы и телестудия, и радиостудия, такого сочетания я еще не видела. Есть такая примета, что если что-то впервые происходит, нужно обязательно загадывать желание. Я его уже загадала. Слушай, я об этом не знаю, я тоже это прямо сейчас сделаю. Это уже у тебя не впервые, ты тут каждый день ходишь, извини, Влад, тебя это не касается. Мы сегодня будем говорить о потрясающей, изумительной, бесконечной теме. Это иностранные языки и иностранная культура. Я вот даже не знаю, она настолько масштабна, настолько глобальна, как не лучше поступиться? Может быть, вот начать с истории английской культуры? Потому что именно английский язык нам всем преподавали с пятых классов, а сейчас даже с первых преподают. Или немецкий, я могу тебя поправить, Валерия. Или немецкий. Да, да, да. Да, можно мне тоже сначала немножко сделать маленькое отступление, чтобы наши уважаемые телезрители и слушатели правильно нас поняли. Потому что когда они услышали Институт иностранных языков имени Марис Тореза, чтобы они понимали, что это не самостоятельный институт, а лишь структура в рамках Московского государственного лингвистического университета. Вот до 1990 года это был первый московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Марис Тореза. А в 1990 году, даже страшно представить себе, в 1990 году мы стали университетом. Это означает, что у нас появилось, кроме лингвистических направлений подготовки или специальностей, большое количество других. Теперь их более 26. И вот вы сказали о роли английского языка. Мне, конечно, немножко это грустно слышать, потому что я сама германист, хотя английцы тоже относятся к германистике. Но у меня первый иностранный язык был в университете и в школе, надо сказать, тоже немецкий. И когда я поступала, конечно, это было в глубокой древности, это было в прошлом веке, тогда немецкий язык, конечно, был очень популярен. И в нашей стране большинство школ, конечно, изучали английский. В большинство школ изучался, конечно, этот язык наряду с французским. Сейчас ситуация поменялась, сейчас мне даже страшно назвать цифры, сколько школ у нас и гимназий осталось с немецким языком и с французским то же самое. Ну, может быть, вы знаете, что раньше, ну, до перестройки, будем говорить, было специальное распоряжение министра образования о том, что 50% школ с английским языком, 25% с немецким и 25% с французским. Но после перестройки началась демократизация, в том числе и образование, и вот это вот распоряжение было... считалось утраченным. И теперь школьники сами выбирают языки. Как вы, наверное, догадываетесь, большинство родителей определяют судьбу своих детей. И выбирают, конечно, английский язык. Хотя, вы знаете, на протяжении столетий ситуация менялась. Мы вспомним XIX век. Французский язык был языком и нашей русской аристократии. Французский язык был языком дипломатии. Немецкий язык доминировал в точных науках, прежде всего в химии. Он доминировал в античной литературе. То есть языком, научным языком данного научного направления считался немецкий язык. Так что ситуация меняется. Я думаю, что со временем ситуация и с английским языком может поменяться. То есть, получается, сейчас есть некая опасность, что специалистов именно вот в области немецкого языка их будет не хватать, если вдруг... Вы знаете, как ни странно, мы теперь стали считаться, как и французы. Я хочу не забывать французский язык. Мы с ними находимся в равной ситуации. То есть количество школ катастрофически сокращается. Правда, и немецкий, и французский в специализированных школах выбирается в качестве второго иностранного языка. И очень много ребят изучает второй иностранный язык. Другое дело, качество подготовки по этим языкам, как вторым, оставляет желать лучшего. Может быть, мы об этом специально с вами поговорим немножко позже. Ну, вот сегодня ситуация такая. Хотя, вот когда меня спрашивают, как можно повысить мотивацию обучающихся к немецкому языку или к французскому языку, ну, я всегда говорю, во-первых, на уроке не должно быть скучно. Это первое основное условие, да? А второе, ну, скажите ребятам, на каком языке в Европе говорит большинство носителей языка? Вот если я вам, дорогие ведущие, задам этот вопрос. Ну, мы как бы так интуитивно уже понимаем, что на немецком... Хочется ответить английский, да? Потому что самый популярный язык. Но мы понимаем, что подвох здесь есть. В Европе большинство носителей языка, то есть для кого немецкий является родным, это как раз немецкий язык, не английский. В Европе на немецком, говорят, прежде всего, в Федеративной Республике Германия, это ведущая страна в Европе, я бы так сказала. Абстрия? Ну, уж Евросоюзом, в Евросоюзе... Нет, Голландия, это... Голландский, это диалект, он развился из диалекта немецкого языка. Австрия, конечно, вы правильно назвали. Две трети Швейцарии говорит на немецком языке. Я не говорю о маленьких государствах, как Люксембург. Удивительная ситуация языковая в Люксембурге, где всего 360 тысяч человек. Вот представьте, 360 тысяч человек. Это что, даже не район в нашей родной Москве, да? Но население многоязычно. И немецкий у них изучается в школе как иностранный, потому что языком письменного общения, то есть газеты, журналы, радио, телевидение в Люксембурге, в Герцогство, Великое Герцогство Люксембург, говорит, в данном случае пишет на немецком языке. Потому что языком повседневного общения, как говорили сами люксембуржцы, все больше и больше становится люксембургский диалект немецкого языка. А в повседневной жизни они используют французский. Вот представьте, какая малюсенькая страна и такая многоязычная. Но чуть побольше Швейцарии, она тоже многоязычная. У них четыре официальных государственных языка. Немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. Это диалект итальянского. Это, кстати, очень интересная тема. Я думаю, мы продолжим на нее говорить. Хорошо по-русски сказал, да. Запутался в четырех языках называется. Друзья, у нас гостя Галина Борисовна Воронина. Через минуты три-четыре обязательно вернемся и продолжим наш разговор. Будьте здесь. Мы к вам вернулись. Напоминаем, в гостях у нас Галина Борисовна Воронина, директор Института иностранных языков имени Мариса Тереза, декан факультета немецкого языка, кандидат филологических наук и профессор. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Прежде чем мы продолжим, я хотела бы предложить нашим слушателям и зрителям вступить в беседу с нами. Во-первых, у нас есть пост ВКонтакте, vk.com.stranafm, а также 8909-928-189-9. Это смс, ватсап и вайбер. Сюда вы можете задавать свои вопросы. Галина Борисовна, мы закончили вот несколько минут назад, решили задержаться чуть-чуть на Швейцарии. Там интересная история, как нам показалось. У них 4 языка, да? Да, 4 государственных языка. А вот диалект тот швейцарский... Можно назвать швейцарским диалектом немецкого языка? Или как это правильно? Да, так можно назвать. Значит, в чем уникальность ситуации в Швейцарии? Вот официально у них 4 языка, и в парламенте страны все 4 языка используются. Это не означает, что каждый житель Швейцарии владеет всеми 4 языками. Но это означает, что он владеет обязательно хотя бы двумя. Вот если мы находимся в немецкой части Швейцарии, там все люди между собой общаются. Вот это так называемый диалект немецкого языка. Если ты изучал только литературно-немецкий язык, чем мы и занимаемся в университете, это естественно, университет должен готовить образованных людей, то и когда мы... Вот я сама когда бывала в Швейцарии, и, естественно, ты говоришь на литературном немецком языке, и тебя сразу принимают за немку, потому что ты говоришь на литературном немецком языке. Они между собой общаются только на своем вот этом... Швейцар-тюч это называется. Но дети в школе все изучают в качестве иностранного языка немецкий литературный язык. На нем они пишут, на нем выходят газеты, журналы. На этом языке в том числе говорят дикторы радио и телевидения, но это не означает, что нет радиостанции или телепередач, где люди говорят... С молодежным сленгом. Нет, молодежный сленг это другое совсем, да? Это швейцарский диалект, как бы язык национального общения, на котором... Но устная форма... Вот я хотела на это обратить внимание. В Швейцарии вот уникальность ситуации состоит именно в том, что есть две формы существования языка немецкого. Это устная форма, диалект немецкого. Это такой же диалект, на котором говорят в южных регионах Германии, например, в Баварии. Вот они легко между собой могут договориться. И литературный язык, который преподается в школе, который изучается в университете и так далее, и так далее. А литературный, это можно сказать, что это вот такой классический вариант языка, старая школа, да? Нет, это не старая школа. На самом деле мы же с вами тоже, когда говорим на русском языке, на чистейшем литературном мы тоже не говорим, да? К сожалению. На самом деле, вот для меня, что такое литературный язык, будь то немецкий, будь то русский и так далее, это идеал, к которому мы должны все стремиться. Но одно дело, когда мы говорим, разговариваем, это, наверное, разговорный и литературный. Есть такое понятие в немецком языке. И другое дело, когда мы пишем, особенно журналисты, но сейчас, насколько я знаю, журналисты очень небрежны, да? На самом языке, к сожалению, дикторы тоже не очень следят. Но мы так по-простому, по-молодежному. Уже у тебя дикторов нету на телевидении, ведущие просто. А, кстати, вот и говорят, что диктор от ведущего отличается тем, что диктор, он все по правилам, а ведущий, он вот... Да, позволяет себе и потом говорит, ну я же не специалист по русскому языку. Но беречь родной язык мы должны. Должны. Да, язык это вот важное, важный стержень любой нации, да? Поэтому его надо очень беречь. Вот, например, французы. Мы с культурами пересмотрим все свои знания. Ну, я думаю, что у нас не все так запущено, как могло бы быть. Нет, у нас не запущено. Вы знаете, конечно, по-разному относятся к заимствованиям. Но сейчас, конечно, язык переполнен англицизмами. И это понятно, потому что современные технологии, они все появились, ну, наверное, в Соединенных Штатах Америки, не в Англии. И поэтому и компьютерщикам, информационщикам им легче воспринимать все эти термины по-английски. Галина Борисовна, извините, перебью, но все-таки, ну, не 50%, мне кажется, процентов 30 всегда есть слово из русского языка, которое можно использовать в этом случае, не употреблять зарубежное. Я согласна с этим. Мне кажется, половина слов даже. Да, вот когда уж совсем переходят все границы, вот простой пример. Есть такое слово в русском языке? Сейчас все чаще и чаще, особенно политики, употребляют челлендж английский. Зачем? Непонятно. Слушайте, а вот помните, селфи, да, было? Люди русские взяли и изобрели название «себяшка». Себяшка, может быть, тоже правильно. Слушай, ну, огромное количество в те же выходные уикенд, да? Ну, есть же слово «выходные». Вы знаете, все-таки опасаться, что язык погибнет, вот я все-таки придерживаюсь того мнения, которого придерживаются многие исследователи, что язык, он настолько силен, он изнутри себя очистит от всех ненужностей. Все равно все это рано или поздно уйдет как-то. Идет, да. Я тоже глубоко убеждена. Но потом, понимаете, ну, мы язык и общество, язык и новые технологии, все это взаимосвязано. Даже вот современная молодежь, она уже совершенно по-другому воспринимает информацию. Мы тоже это не должны забывать при обучении современной молодежи. Психологи уже констатируют, что они действительно, большинство ребят, в каком-то своем мире виртуальном живут. И это нужно тоже учитывать в системе образования. Галина Борисовна, давайте прервемся вновь ненадолго. Мы минутки на три, на четыре. Друзья, будьте здесь, снова продолжим наш разговор. Мы снова говорим о языке, о немецком языке. В частности, остановились на таком интересном моменте в прошлом выходе, что всякие диалекты. И можно ли приехать с идеальным знанием немецкого языка куда-то и столкнуться, ну, не то чтобы с неловкой, но со смешной, забавной ситуацией, когда тебя не понимают или ты не понимаешь, что тебе говорят? Очень хороший вопрос. Во-первых, это связано с тем, что в Германии огромное количество диалектов, и они очень отличаются друг от друга. Даже немец севера, немец юга, если они будут говорить на диалектах своих, своего региона, они не поймут друг друга. Это связано с историей языка. Было так называемое передвижение согласных, когда определенная группа согласных в немецком языке, которая считается германским языком, передвинулась в немецком в другие согласные. Ну, например, вот английское «дэй», «дэ», и в немецком в северных диалектах так и будет «дак», «дэ» будет. А в немецком «так», «дэ» передвинулась в «тэ». Поэтому немец с севера скорее поймет шведа, представителей других германских языков на севере Европы, чем своего соотечественника на юге Германии. Но на диалектах, конечно, говорят люди только в своем регионе и в быту, безусловно. Ну, сельское население, крестьяне. Конечно, если он живет в своей деревне, он будет говорить на диалекте своего региона. И, конечно, ты, как иностранец, если ты приехал в Германию, конечно, эти диалекты не все. Какие-то ты можешь понять без проблем. Например, в Берлине там не очень сложные, там есть пару законов, языковых законов, которые ты должен знать, и это без труда, ты сам можешь заговорить на этом диалекте. Ну, например, баварский диалект, это очень сложно понять. Это нужно прожить. Многие говорят, там нужно вырастись просто. То есть вот так вот просто приехать и за две недели проникнуться? Нет, ни в коем случае. Вообще-то давайте не будем обольщаться. Если ты иностранец, конечно, даже если у тебя очень хорошее произношение, рано или поздно ты все-таки выдашь с себя, что ты иностранец. Ты можешь прекрасно говорить с хорошим произношением, но иностранный язык есть иностранный язык. И одно дело, если спросить, как пройти, добрый день, какая прекрасная погода, это можно совершенно спокойно выдать себя за жителей этой страны. Но если ты будешь говорить на высокие, скажем, философские, религиозные и экологические темы, да, это совсем другой уровень владения иностранным языком. Поэтому сейчас ученые различают уровни владения иностранным языком. А1, А2, Б1, Б2 и так далее. Это очень важно. Вот знаете, вы сказали про изношение, я вспомнила, что раньше бытовало мнение, что немецкое произношение легкое, потому что там вот R такое же, как в русском языке, и прям шпарь себе, как хочется. Это действительно так или это все-таки некая иллюзия, некий обман, потому что в немецком языке помимо R полно других очень сложных букв? Да, не буква, а звуков. Дело все в том, что научиться по-немецки легко читать, потому что в немецком языке практически каждому звуку соответствует своя буква. Поэтому читать научиться легко. Марк Твен, который, есть у него замечательный юмористический рассказ о немецком языке. Это одно удовольствие читать этот рассказ. Он перечисляет трудности, в чем сделает это прекрасно в юмористической форме, а потом доходит до достоинств немецкого языка. И вот среди достоинств он называет, чтобы научиться читать по-немецки, можно выучиться за одно занятие. Он совершенно прав. Я всегда говорю, что написано, так и читай, в отличие от английского языка. Вот я даже не представляю, как у нас же сейчас детишки некоторые из первого класса, вот у меня внук изучает с первого класса английский язык. Вот он приходит в весь слезах, ненавижу этот язык, он мне говорит. Бабушка, как мне прочитать? Откуда я знаю, что написано W-H, буквы он знает, A-T, а нужно читать what? Почему? Действительно ужас. Я даже не представляю, как преподаватели, ну, там есть свои методики, безусловно. Вот на немецком языке очень легко научиться читать. То есть там нет вот этих зашитых звуков, которые не прописаны, да, грубо говоря? Ну, есть там, например, буква А в середине, не надо ее читать. Ну, какие-то такие свои сложности есть. Легко. Вот знаешь правило, да? Вот эта буква означает вот этот звук, да? Вот это буква сочетания обозначает там звук Ш и так далее. Если ты эти правила знаешь, ты тут же за одно занятие научишься писать по-немецки. Как слышим, так и пишем. Ну, а-то там грамматика какая. Вот я на всю жизнь запомнила, что дер Метчин это мужик. Нет, да, Сметчин, во-первых, среднего рода. Я не училась. Не училась. А здесь грамматика, вот взаимодействие лексики и грамматики. Грамматика победила лексику, да? Слово девочка-девушка, да? В немецком так же, как во всех языках, все соответствует, если это живое существо, соответствует так, как это на самом деле обстоит дело мужчин, естественно, мужского рода и так далее. Мы сейчас находимся в своей стране, а не в Америке, где говорят уже, дети в пять лет должны определять, какого они, мальчики они или девочки. Ну, не будем об этом. Так вот, суффикс хен тоже какая логика? Немецкий язык удивительно логичный. Суффикс хен, все слова с этим суффиксом в немецком языке среднего рода. Поэтому и девочка стала среднего рода. Хотя, если ты дальше употребляешь местоимение, можешь говорить она совершенно спокойно. Поэтому, да, и вообще немецкая грамматика очень логична. Это кажется, что она сложная. Единственная сложность – это объективная сложность. Это род существительных. Но если ребенок начинает изучать немецкий после русского, он сразу говорит, боже мой, какой легкий язык. У нас в русском языке есть род, и здесь есть род. Ну, другое дело, что они не совпадают с словами. Но это вот как раз объективная трудность. У нас в немецком только четыре падежа, а в русском шесть. Да там каждое слово склоняется. Да каждое слово имеет свое окончание. До три склонения. В немецком изменяется только костыль, который сопровождает существительное. Вот выучи, как он изменяется. А само существительное практически не изменяется. А вот если, допустим, в детстве уже не начал учить немецкий, в каком-то зрелом возрасте... Абсолютно спокойно. Мы с вами уже говорили, что, к сожалению, количество школ с немецким языком сокращается. И вот в нашем университете, но это еще связано с тем, что есть специальное распоряжение министерства, идет прием на направление подготовки. Вот у нас идет прием на направление подготовки. Не учитывается никакой язык ты изучал в школе. Ты приносишь данные по ЕГЭ, по трем предметам, на лингистику, если поступаешь. А уже потом мы, конечно, учитывая пожелания абитуриентов, даем ему язык. И у него может быть первый язык, любой иностранный, который предлагается в нашем университете. А у нас их... Галина Борисовна, об университете мы хотели побольше как раз узнать. Я думаю, что об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Буквально через три минуточки вернемся. Друзья, будьте здесь. Это страна FM. Друзья, мы продолжаем. Наука и технологии так называется программа, которая прямо сейчас здесь у нас на телерадиоканале страна FM. В гостях у нас Галина Борисовна Воронина, директор Института иностранных языков имени Мариса Торезы Московского государственного лингвистического университета. Я правильно сейчас? Да, правильно. Декан факультета. Немецкая языка, кандидат в филологических наук и профессор. Вот теперь полный список. Теперь задаем вопрос. Расскажите, пожалуйста, по каким направлениям вы предлагаете образовательные программы? Кто может к вам прийти? Вот вы уже затронены на такую важную деталь, что не обязательно было с детства изучать немецкий, чтобы сейчас вдруг развернуться и стать специалистом в области немецкого языка. Значит, я еще раз напомню краткую историю университета. С 1990 года мы считаемся Московским государственным лингвистическим университетом. Раз университет, мы классический университет, значит, мы предлагаем абитуриентам самые разнообразные направления подготовки и специальности. Специальности у нас есть две. Одна из них по переводческой специальности. Это значит, бывшее пятилетнее образование. Ну, сегодня практически все школьники уже начинают понимать, что такое специальность, что такое направление подготовки. Это разные совершенно термины. Направление подготовки действует для бакалавриата и для магистратуры. А специалитет – это наша старая терминология, пятилетнее образование. Для большинства родителей, конечно, знакомы эти термины. И у нас реализуются самые разнообразные направления подготовки и международные отношения регионоведения. Этим у нас занимается Институт международных отношений, социально-политических проблем. Как я сказала, есть переводческий факультет. Наш Институт иностранных языков объединяет три факультета. Факультет английского языка, факультет немецкого языка, факультет французского языка. И у нас реализуются такие профили, как теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Но, проще говоря, мы готовим программу, ориентированную на будущих преподавателей иностранных языков. Учителей, я бы сказала. Поскольку бакалавриат не дает права преподавать в университете. Для этого нужно закончить магистратуру. Дальше у нас есть профиль теории-практика межкультурной коммуникации. У нас есть уникальный профиль переводчик жестового языка межкультурной коммуникации. Очень востребованы специалисты. Только мы готовим переводчиков жестового языка с иностранным языком. Мне кажется, это самая сложная история, наверное, из всех. Это сложная, очень интересная. То есть, когда был первый выпуск, по-моему, два года назад, может быть, три года, их выпустили 10 человек, их расхватали моментально на рынке труда. Сейчас мы готовим уникальных тоже специалистов по аудиовизуальному переводу. Это переводчики для фильмов, прежде всего. Тоже очень востребованы. Мы только начали их подготовку. И, наконец, в этом году на факультете немецкого языка мы открываем новый, очень востребованный профиль. Вообще нет специалистов по этому профилю в стране. Тифло-комментирование и межкультурная коммуникация. Несколько слов. Что это такое? Тифло-комментирование. Тифло-комментатор – это специалист, который озвучивает информацию для людей, которые не видят, для слабовидящих. Таких людей достаточно много. Значит, для них нужно озвучить фильм, но не просто, скажем, если фильм на иностранном языке, я просто что-то переводил. Да, вот в чём разница? А, разница – он должен подготовить комментарий. Не просто вот видит картинку и говорит то, что там есть на этой картинке, а именно подготовить комментарий. Там очень многоступенчато идет подготовка этого комментария. Сначала он смотрит фильм, потом готовит этот комментарий, потом его озвучивает, потом его разучивает с актёром и так далее, и так далее. То есть его задача, грубо говоря, вот визуальное изображение превратить в текст? В Европе используется термин аудиодескрипция. Аудиодескрипция – более узкий термин. Тифло-комментирование я могу комментировать не только, скажем, кинофильм, спектакль, какое-то спортивное мероприятие, представление в цирке и так далее, но и какие-то письменные тоже тексты. Я прошу прощения, у нас остается не очень много времени. Нужно обязательно сказать про День открытых дверей и про школу педагогов. Я приглашаю ребят, мы подробно расскажем о всех наших направлениях подготовки. Зайдите на сайт нашего университета www.linguanet.ru или просто задайте в поиске Московский государственный лингвистический университет. У нас уже вывешен график проведения Дня открытых дверей. Наш День открытых дверей, День лингвиста, состоится 22 апреля в 10 часов. Программа будет тоже в ближайшие дни выставлена на сайте университета. Мы ждем всех абитуриентов. Кроме того, мы работаем очень тесно и с вузовскими преподавателями, и с преподавателями школ. И организуем для них курсы повышения квалификации, которые называются «Школа педагогического мастерства». Для учителей иностранных языков она проходит раз в год в ноябре во время осенних школьных каникул. А для вузовских преподавателей мы ее проводим в марте. Вот как раз завтра, 15-16 марта, будет работать эта школа педагогического мастерства по программе «Работа с лингвистически одаренной молодежью» мы предлагаем 30 мастер-классов по 7 иностранным языкам, включая корейский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, японский. Простите, японского нет, и немецкий, английский, французский. Подумаем, на следующий год сделаем и японский язык. И ждем завтра наших уважаемых коллег. На сегодняшний день у нас записалось, зарегистрировалось 273 участников школы. У нас есть программа более-более, чем обширная. Друзья, Галина Борисовна Воронина была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. С удовольствием. Спасибо, до свидания. До новых встреч.